Победа через молитву Вот как проповедник побеждает себя, побеждает мир и побеждает проблемы. Вот проповедника хорошая, упорядоченная духовная мысль. Мне очень нравится говорить на тему духовной дисциплины, и об этом стоило бы, наверное, долго говорить, я даже серию бесед готовил, о важности дисциплинированного тела проповедника. Вот дисциплинирование даже, ну такого простого, как дисциплина ложиться спать вовремя, вставать вовремя, насколько это возможно. Вот дисциплина простоты в жизни проповедника, стремления. Дисциплина уединения, пребывания в уединении. Дисциплина чтения Библии, молитвы и так далее, и так далее. У проповедника должна быть дисциплина. И вот великие проповедники этим отличались, скажем, тот же Весли, он говорил и придавал такие большие значения, как постоянные занятия на свежем воздухе и проветривании. Даже простая вещь, но дисциплина должна быть. Регулярно ли вы совершаете какие-то физические упражнения, что-то нужно делать, хоть как-то двигаться, где-то, насколько это возможно, важно для тела, для здоровья вашего тела. Здоровый ночной сон, пишет Весли. Мою способность уснуть, если я устал в любое время, но это не всякий может. Подъем в 4 часа утра неизменен в течение 60 лет. Весли вставал каждый день в 4 утра. Правда, он ложился в 10. В 10 ложился, в 4 вставал. И так далее. Но жизнь его была упорядочена. График может отличаться наш, но важно то, что жизнь проповедника должна отличаться упорядоченностью. Порядок в его семейных отношениях, порядок подготовки проповедей. Вот вы регулярно собираете тот же сбор материала. Регулярно, упорядоченно собираете материал. Чтение Библии регулярно, упорядоченно и так далее. Дисциплина тела, дисциплина сна, питания, даже питания. Должна быть какая-то дисциплина, умеренность. Это, как говорят православные отцы, гастрономический пост. То есть никогда не наедаться слишком много, чтобы как-то контролировать свое тело. В самых простых потребностях контролировать свое тело. В одежде, в питании, в движении, в сне и так далее. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Объясняет Павел. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те до получения винца тленного, мы для нетленного. Потому апостол Павел говорит, я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, саму не остаться недостойным. Мне нравится сравнение здесь, как один брат наш привел. Он говорит, в контраст, я свое тело не балую. Прихожу домой, швыряю на диван, пусть валяется. Такое отношение к своему телу. И вот сравните, как делал апостол Павел. Усмиряю и порабощаю тело мое. Что я делаю с моим телом? Как я его дисциплинирую? Как я управляю им? И из духовных дисциплин, конечно, самые важные, это духовная дисциплина молитвы и чтения Слова Божия. Молитва и Слова Божия. Проповедник постоянно пребывает в молитве. И мы напомним примеры Спержина, Финея, Муди, многих других проповедников. Интересно, Спержин перед собранием настолько молился, пребывал в молитве, что иногда он просто не мог, казалось бы, встать в колен. И дьяконы чуть ли не силой его выводили. Он прибыл в молитве. Спержин критиковал тех служителей, которые стояли и встречали с улыбкой своих членов церкви при входе в церковь, при входе в здание дома молитвы, а потом выходя опять с улыбкой своих членов церкви. Сейчас такое обычай есть. Спержин считал, что нужно молиться перед собранием, чтобы Бог благословил проповедь. После собрания надо оплакивать недостатки и просить, чтобы Бог благословил проповедь. Но я понимаю, с другой стороны, не стал бы критиковать и служителей, которые так делают. Потому что иногда в воскресенье единственная возможность встретить кого-либо из членов, которые так делают, потому что брание. Иногда наоборот, служитель старается побыстрее, где-то поближе к двери подойти, чтобы не убежал какой-то член церкви, которому надо пару слов сказать и обличить его. Вот поэтому это тоже момент такой серьезный. Ну, молиться можно и позже. Вопрос просто в том, чтобы молиться до того или после того, но молиться. А если вот, допустим, новые люди приходят в церковь, их же должен кто-то встречать. И это же должен быть служитель, мне кажется. Ну, я не знаю, это зависит от церкви. Если большая церковь, скажем, у нас есть распорядители, и там совсем не обязательно мне стоять, есть братья, которые лучше меня это делают. Я проповедую, а зато они очень красиво могут встретить людей, посадить, объяснить им. Они так красиво одеваются, культурно обычно, они себе таблички еще здесь напишут, какие-то распорядители. Поэтому, слава Богу, есть дары у людей, у каждого свои дары. И многие люди могут сделать лучше то, что мы можем проповедовать, будем проповедовать. Они встречают, пусть встречают. Ну, вопрос в том, вообще, чтобы молиться. Билли Грэм говорит о себе, что, говорит, я научился молиться непрестанно. Ну, значит, говорит, постоянно так пребывать в состоянии духа молитвенного. Молиться, обращаться к Богу. Иду ли я, сажусь ли, отдыхаю ли постоянно. Вот и мы можем вспомнить примеры Иисуса, вот примеры других проповедников. Вот примеры из Библии. И особенно обращаем внимание, конечно, на молитву на утренние часы с Богом. Брюс Вилкерсон сказал, нет, это ему сказал духовный наставник, Брюсу Вилкерсону. До тех пор, пока ты не перестанешь оправдывать свою лень и не начнешь подниматься на рассвете, ты не познаешь Христа, как бы ты к этому не стремился. То есть, ну, как бы, конечно, нам иногда легче вечером, может быть, почитать, помолиться. Хотя, знаете, вечером тоже усталость, что часто это бывает малоэффективным. Вот часто молитва уже не столь эффективна от нашей усталости в течение дня. Поэтому, что бы ни говорили о утреннее пребывание в молитве, утреннее пребывание в слове, ну, оно остается довольно важным. Вот, хотя закона нет, но лучше упорядочить, лучше иметь какой-то порядок, с этого начинать. Если мы день начинаем с чтения Библии и молитвы, ну, согласитесь, все-таки намного более богатый день, лучший. И сердце наше готово, дух наш готов, ум наш готов, мы встретим людей как-то по иному мыслим, мышление у нас другое. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Молитва и слово. Молитва и пребывание в слове, как это делали апостолы. Помните, я уже цитировал слова Сперджина о Буньяне. Прочтите любое его Буньяна произведение, и вам покажется, что вы прочитали саму Библию. Он изучал Писание, пока все его существо буквально не пропиталось им. Уколите его где хотите, и вы обнаружите, что его кровь библейская. Сама суть Библии течет из него. Он не может не говорить, не цитируя Писание. Ибо душа его переполнена Словом Божиим. Так Буньян сам говорил. Я всегда с Библией. То ли читаю ее, то ли размышляю о ее истинах. Моя библиотека, Библия и словарь. Духаю ее, то ли размышляю о ее... Вот если бы мы действительно поняли это и уделяли больше внимания, то у нас меньше бы вопросов возникало относительно средств массовой информации, или телевидения, фильма и многого другого, что отнимает время и чувства наших соотечественников и людей вокруг нас. Вот если бы мы этим занимались. Иван Степанович Проханов, один из наших духовных отцов, он тоже приучал проповедников в такой постоянной углубленной работе над Писанием. И он говорил, если проповедник хочет быть плодотворным, то он должен отказаться от всякой поверхностности. Он должен готовиться к проповеди основательно, изучать слово основательно. И если он еще на мели, то он должен услышать повеление учителя. Отплыви на глубину. Здесь аллегоризация такая. Отплыви на глубину. То есть углубься в Писании. Мы говорили о том, что, помните, предел как в изучении. Ну, скажем, поработал 3-4 часа. Ну, вроде, смысла нет дальше работать. Ну, уже все, что можно, вроде, понял. Но на самом деле, глубина Писания такая, что мы просто не понимаем, что можно, вроде, понять. Мы просто не понимаем, что за что делать. Вот можно было бы, наверное, больше и больше работать. Вот еще раз, скажем, перечитать книгу Библии всю, чтобы в контексте понять эту проповедь, о чем мы будем говорить. Какие-то другие отрывки, параллельные тексты и так далее, и так далее. Работать и работать и работать. Отплыви на глубину. Вот. Углубляться в Писание. Вот. И этим отличаются многие хорошие, великие проповедники. Помните, мы вспоминали, вот опять же, того Билли Грэма. Он сам рассказывает о себе, как он постоянно читает Библию. Всегда лежит открыто и говорит, прохожу ли я, вот где-то на столике там тоже готовлюсь. Вот возьму и прочитаю. Просто вот, проходя мимо, взял и прочитал псалом какой-то, несколько стихов из Библии. Вот. Молится, читает, параллельно, в разных переводах читает, как мы сейчас тоже начинаем, в разные переводы. Это тоже освежает. Вот. Я тоже в последнее время, хотя, в последнее время читал в разных переводах, хотя, конечно, лучше хорошо знать Библию в одном переводе. Для проповедника удобно, удобнее находить какие-то тексты. Но время от времени прочитывать нужно. Вот я и на белорусском прочитывал Библию, на английском, на разных русских переводах. Вот. Хотя, опять же, возвращаюсь постоянно к одному переводу, с которым постоянно работаешь, это удобнее, лучше. Джон МакАртур говорит, ну не знаю, что проводит 30 часов в неделю в изучении Библии. Ну, мне сложно представить, я не знаю, как это он делает, потому что он и пастор церкви, 10 тысяч человек, и там всех столько встретить людей надо попрощаться. Там, правда, много выходов у него в церкви, в здании дома молитвы, даже не станешь у всех, не проводишь. Он и ректор, президент семинарии, и президент колледжа, и многое другое. Вот. И при этом где-то находит 30 часов, я не знаю, где он их берет, это время для изучения Библии. Но, по крайней мере, Бог благословляет служение. Сколько книг выпущено, кассет, проповедей, материалов для помощи других проповедников. Вот. Но это то, что мы должны делать. Вот. И я думаю, у каждого из вас своя система изучения Библии. Вот. О системах не спорим. Кто-то начинает читать, я знаю, у нас один брат, он говорит, первые главы всех книг Библии, потом вторые главы всех книг. Ну, у каждого свои есть какие-то подходы к изучению Библии, к чтению Библии. Да. У каждого может быть свои. Но единственное, что мы всегда должны помнить. Какой бы ни была наша система. При всех системах, при разнице систем, есть пару таких основополагающих моментов. Читать нужно каждый день. Должна быть система в чтении Библии. Читать нужно всю Библию. И читать нужно внимательно Библию. Какой бы системой мы не пользовались. Читать нужно постоянно. Читать нужно систематически, в каком-то порядке. И читать надо всю Библию, а не отдельно ее части. Вот это в любом случае остается. Поэтому мы должны себя проверять. Пусть Господь благословит вас, братья дорогие, в чтении Библии и в проповеди Евангелия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...